Сейчас придём и чайку с мёдом попьём. Интересно, тундра полил цветлей и фонарь вроде обещал починить. Да, починил. Вот так. Готово. Тундра, ты зачем винт к фонарю привязал? Я там ещё немножко не доделал. Но мысль, мысль гениальная. Ветер будет крутить винт, а тот вырабатывает электричество. И фонарь будет светиться бесплатно. А что ты с клумбой сделал? Это я завтра закончу. Я придумал установить посреди клумбы фонтан. Во-первых, красиво, а во-вторых, поливать не надо. Ну а холодильник-то тебе чем помешал? Хочу сделать так, чтобы холодильник работал в двух режимах. Как холодильник и как печка. Зачем? Удобно. Берём, например, пиццу замороженную. Кладём сюда и включаем таймер. Видали? Не успел включить. Уже разогрев пошёл. Ох, рано достали. Ещё не разморозилось. Значит так. Мы с Цыпой будем во дворе порядок наводить, а ты будешь холодильник ремонтировать. А чего его ремонтировать-то? Всё отлично работает. Потап, я, конечно, могу его отремонтировать, только зачем? Модель старая, давно пора новый купить. Тундра. Всё, понял. Ушёл чинить. Так, починю, починю. А как? О! Так, 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 так. Думашний мастер. Так, так, так. Фу, какая противная рожа. Этот вообще на крокодила похож. О, нашёл. Земляк. Ну, почти земляк. Ура! Приехал! Заждались уже. Как добрался землячок? Странный какой-то. Кто это? А, мой ученик Кука. У него как раз сегодня экзамен по ремонту холодильников. Прошу всех войти. Принимай работу. Как вам мой ученик? А? Хороший ученик. Кстати, а где он? О! А что он в холодильнике делает? Живёт он там теперь. Я попросил Куку немного задержаться. Понимаешь, я задумал метро построить. От нас до Примуса. Но без ассистента не обойтись. Да и вообще. Мало ли что я ещё и изобрету. Дело было в холодильнике. Мы в Японии. Наша экспедиция отправилась в город. Спустились мы в кратер вулкана. И вдруг началось извержение. Страшный грохот. Летят раскалённые камни. Огонь. Кипящая лава. Ой. Душераздирающее зрелище. Ух ты. Ну? В общем, я всех спас. Кто это? По-моему, это панда. Какая панда? Какая? Ну это. А они на Востоке живут. И что он хочет? Что? А тебе видней. Ты же там вроде был. А. Ну да. Сейчас выясним. Welcome, tourist. Слушай, Тундра, по-моему, он заблудился. Да нет. Это же турист. Приехал к нам ознакомиться с достопримечательностями нашего леса. Чувствуйте себя как дома. Сейчас мы проведём небольшую экскурсию. А вот это наша столовая. Здесь мы обедаем. Там наши фотографии. А вот обожурчик. Прошу заметить, ручная работа. Вид из окна. Очень миленький. Слушай, ты уверен, что он нас понимает? Ай, отстань. Телескоп. Последняя модель. Для наблюдения небесных тел. И в завершении нашей экскурсии входная дверь. Она же выходная. Рады были знакомству. До свидания. До свидания. По-моему, ему понравилось. Тундра, по-моему, он всё-таки заблудился. Да нет, нет. Он хочет есть. А чё это он не ест-то? Так у них на Востоке обычаи сложные. Церемонии там всякие чайные. А мы чай без церемоний пьём. Да. Ну, с катертью дорога. В добрый путь. В Восток. Тундра, по-моему, он всё-таки заблудился. Да нет. Он же турист. Он за сувениром вернулся. А что же ему подарить-то, а? Может быть, по телескопу? Нет. Да ты что? Он же совсем новый. О, смотри. Часы понравились. О, смотри. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я же тебе говорил, он заблудился. Радостно, Маша. Радостно, Маша. Улыбаемся, улыбаемся. До свидания. До свидания. Это чувак, ничего, ничего, ничего. До свидания. До свидания. Дорожкой скатит. Да, да, да. Точно заблудился. Говорю. Да уже турист. Да, турист, конечно. Да. Что такое? Тондра, ты что тут устроил? А, пришёл уже. Что принёс? Малинка. Обожаю. Ты что с ванной сделал? Это будет оригинальное устройство для полива огородов на колёсиках. Показываю. Отлично! Осталось только приделать моторчик. А давай ванна будет ванной. Не надо приделывать к ней никаких моторчиков. Как ты смотришь на то, чтобы дыры в ванне запаять, а потоп ликвидировать, а? Ну что, приступай. Ох, противник научного прогресса. Пусть ванна будет ванной. Тоже мне не запретение. Потоп ликвидировать. Да тут за полгода не управишься. О! Еще посмотрим, кто тут будет потоп ликвидировать. Тундра, ты чего тут разлёгся? Почему в ванной не убираешься? А, я не могу Это почему? Заболел я Страшная болезнь Аллергия А, аллергия на чистоту Не веришь своему другу? Вот, смотри Это на нервной почве Да погоди ты Температуру мерил Лоб холодный Странно А это ещё что? Теперь вы должны меня беречь Аллергия, говоришь? Ну что ж, будем лечить Тундра заболел У него опасная болезнь Аллергия А лучшее средство Против аллергии Это крапивные горчичники Пиявки И, конечно же Противоаллергийный Укол Мы тебя спасём Любой ценой Наркоз Ну это на крайний случай Пациент Дрожь в конечностях есть? Ага Ассистент Готовьте шприц Мы его потеряли Мы поедем Мы помчимся Мы поедем Мы помчимся Увезу тебя я в тундру Увезу тебя я в тундру Тундру Увезу тебя я Тундра Быстро в постель Ты же больной Дружище Не поверишь Я уже выздоровел Солнце, воздух и вода Наши лучшие друзья Это ты правильно сказал А чтоб ты больше не болел Я тебе ещё один рецептик подскажу Чистота Залог здоровья Приступай Самое время Изобрести какую-нибудь Убирательную машину Убирательную машину Ты куда собрался? Ночь на дворе? Да достал этот волчар Каждую ночь орёт и орёт Орёт и орёт А я спать не могу А ты знаешь Почему он воет на Луну? Да это потому что он С Луны упал Но ведь Ведь ты этого знать не можешь Ты что читал последний номер Журнала астрономии? Вот ещё Зачем мне читать? Когда я и так всё знаю А что там написано? Вот, почитай Статья профессора Волкова Почему волки воют на Луну? Он пишет, что волки Миллион лет назад Прилетели на Землю с Луны Вот, дальше Потом от них Произошли все земные звери А теперь волки Очень скучают По своей родине И хотят вернуться обратно Но за ними Почему-то Никто не прилетает И вот Теперь они Каждую ночь Пытаются докричаться До своих родственников Значит, пока его обратно не заберут Он что, так и будет по ночам орать? Ну, не знаю я Наверное Так надо его это Обратно на Луну отправить А, обратно А как? А это мы сейчас сообразим Вот таким образом Будет выглядеть Пилотская кабина В кастрюле На Луну Это здорово придумал А двигатель у тебя где? А к этой проблеме Я подошел творчески Примус Давай Только ракетная тяга Ракетная тяга, говоришь Лучше б ты делом занялся Да ну тебя Таким образом Мы имеем все возможности Вернуть нашего волка На Луну Кстати, а где он? Да на Луне твой дом Родные, близкие Там твои Фу Готовность Номер один Я номер один Даю обратный счет Пять Четыре Три Два Один Поехали! Три секунды Полет уверенный Стой! Куда? Куда? Да не туда! Не туда! Не туда! Три секунды Вот куда? Куда тебя понесло? Мы же летим на Луну Луна-то там! Их бир не видеть Куда лететь? Их бир не видеть Тоже мне звездолет Недоделанный Стой! Куда? Ах, лунатик неблагодарный Ах, да ну вас всех! О, Тундра! Ты еще не улетел? Улетишь тут с вами! Да ладно тебе! Лучше посмотри, что написано в новом номере Академик Медведев пишет Заявление профессора Волкова о Луне ненаучно Совершенно очевидно, что все звери на земле В том числе и волки Произошли от медведей Которые прилетели с Большой Медведицы Так что, Тундра, никуда нашего волка везти не надо Да? Да Кука, а сколько лететь до Большой Медведицы? А? Вот это я понимаю, футбол Цыпа, помнишь, как тебя отфутболило, а? Красиво летаешь, как мячик И я! Здорово, Потап! Потап? Это ты? Ты сейчас как-то больше на меня похож А может, на меня лень напала? Может, ведь на меня лень напасть? Лень напала Безобразие Пока вы тут резвились, радовались жизни и футболу На нашего Потапа напала лень Напала подло, коварно И почти наверняка со спины Лень это плохо Если у Потапа будет лень У нас не станет продукта в холодильнике А если кука, она и на тебя нападет То у нас и холодильника не будет Не исключаю, что завтра лень может прийти за тобой Да Поэтому мы должны разобраться Когда именно произошло нападение Что ж, начнем расследовать Узнаем все через гипнотический сон Ну его Этот гипнотический сон Лучше перейдем к прямому опросу Так Что ты делал сегодня утром? Так Потап еще на месте Следующий Ты следующий Следующий Что вы делали сегодня утром? Странно И тут с Потапом все в порядке Остался только один свидетель Итак, что скажете вы? Что вы делали? А я ничего не делал Футбол играл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я понял, я понял, когда на нашего Потапа напала лень Тогда, когда мы играли в футбол Друг Друг, мы все поняли Мы поняли, когда на тебя напала лень Это случилось, когда ты работал, а мы играли в футбол Ага, то-то же Поняли, наконец Ботан, обещаю, что больше, когда ты работаешь Мы в футбол играть не будем Мы будем играть в бадминтон Пас мне! Мне! Пас! Пас мне! Давай, 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 давай Мне, 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 мне Давай, ага Повыше, повыше Ага, вот так, вот так Опа! Опа! Пас, 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 пас Ага, вот так Вот так Ага Ну и денек сегодня С самого утра дождича льет А в дождь мы не гуляем И я! Нет, только не футбол А во что тогда? Во что-нибудь менее разрушительное О, шашки, например Шашки, а давай Ха, а ты правил-то знаешь Отстань, я чемпион Аляски по шашкам Хе, ну ладно, чемпион, выбирай О, черное А это тебе Ну что ж, мой первый ход Бах! А мы так А вот мы справа обойдем Вот так Оп! Ну что, сдаешься? Да Тундра никогда не сдается Мой ход Мы так Так И вот так Ну стой Так никто не ходит На Аляске мне тоже так говорили А я, между прочим Знаю, знаю, знаю Ты чемпион, Аляски по шашкам Все Давай лучше в другую игру О! Например, в щелбанчики Нет Предлагаю В крестики нолики В крестики нолики? Да Да это же наша народная северная игра А ты что, правда? Не знаю Ходи Каждый уважающий себя белый медведь Должен уметь три вещи Добывать пищу Плавать на льдинах И играть в крестики нолики Мы впитываем это искусство с молоком матери И передаем его из поколения в поколение Редкий зверь может победить белого медведя в этой игре Ты проиграл Да? Какая неприятность Может, в какую-то другую игру? А? Воронеж Жвачкин Нет такого города Есть Я там был Да Ну ладно Тогда Николаев Батрушкинс Тундра Откуда тогда Батрушки берутся? И вообще Я лучше знаю У меня пятерка по географии Ладно Тогда Конотоп Ох Пламбир Какой пломбир? Ну нет такого города Как это нет? Как это нет? Отличный город У меня там дядя живет Дядя живет Ага Ну все, хватит Ты у нас во всем самый лучший Ты чемпион Аляски Все Дождь вон закончился Пойдем лучше гулять Нет такого города Нет такого города Ты у нас все знаешь Тундра Тут Это Посылка пришла Любимому племяннику Из города Пламбир Давай сюда О Тяжелая Ну что, Потап Может Следующим летом К моей бабушке Ватрушкинск Рванем А? Эх Хорошо А что это мы Чай без меда пьем? Да ты же весь мед вчера доел Не помнишь? Надо за новым на пасеку идти Что это мы за ним все ходим и ходим? Пора уже своих пчел иметь Мы ж медведи О, медведи Много ты в пчелах понимаешь Медведь Это я-то не понимаю Сейчас Вот, Тондра Что угодно Выдумать Лишь бы за медом не ходить Вот С виду Обычный гули А на самом деле Это агрегат для добычи меда Пчелы подаются сюда Мед течет отсюда Мое изобретение В общем Я так понял Что на пасеку пойду один Пчелы Ау Отличное предложение Свободная жилплощадь Заселяемся Ну что, Тондра Может, все-таки Со мной пойдешь на пасеку? Отстань У меня тут Своя пасека Ты мне еще спасибо скажешь Ну, как знаешь Свободное жилье Подлетаем Заселяемся Еще немножечко малинки Так, так, так Еще чуть-чуть Эх, я бы точно прилетел Каждой заселившейся пчеле в подарок Малина и букет цветов Повторяю Каждой заселившейся пчеле в подарок Малина и букет цветов Эх, что же они не летят-то Придется использовать Метод посерьезнее Тондра Чего это с тобой? Это наш старинный северный способ Наши деды Так нерпу заманивали Тондра А при чем здесь нерпа? Ну, нерпа, осы Какая разница? Слушай Бросай ты эти глупости Пойдем лучше чай пить с медом Да у меня сейчас Свой мед будет Лучше вашего Ну, как хочешь Эх, ну что же они не летят-то, а? О, сработало! Давай, давай, родная Давай еще, еще, еще Давай, еще, еще, еще Давай, давай, давай Ах, готово Ну, пчелка, давай Что такое? Надо подождать Тондра, ну, что у тебя там с медом? Подождать надо Будет мед, будет Тондра, ну, что у тебя там с медом? Потап! Потап! Сработало! Вот он, наш мед! Ну, надо же Целая банка меда И это от одной пчелы Наверное, очень работящая пчела попалась Ага А завтра Завтра я десять пчел наловлю Сколько меда будет? Стий! Да и так! Хе-хе-хе-хе-хе-хеئ 'dе дivil Субтитры сделал DimaTorzok